Игорь Аркадьевич, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о применении телемедицины в урологии. В первую очередь, это, конечно же, дистанционные формы обучения, форматы круглых столов, которые благодаря интернету стали доступны и возможны. У нас, допустим, в урологии вот эта часть телемедицины, касающаяся взаимодействия врача с какими-то экспертами, лидерами мнений, преподавателями, она развита уже достаточно давно. Вот лично я, занимаясь этим уже порядка 15 лет, развиваем вот это взаимоотношение. И вот в урологии практически, наверное, 80% всех мероприятий, которые проходят в России, они транслируются онлайн. И у врачей, которые, в принципе, не всегда могут себе позволить оторваться от своего рабочего места, приехать где-то в какой-то центр, к примеру, в институт урологии или в какую-то другую базу, клинику или на другое мероприятие, появилась такая возможность. Это здорово, конечно, это позволяет нам расширить образовательные возможности для врача, что, в общем-то, влияет, естественно, на качество оказания клинической помощи. То есть, часть, касающаяся телемедицины, дистанционного образования, вообще, в принципе, поддержания познаний врача на должном уровне, она уже давно существует и успешно существует. И она отвоевала уже свои права на достаточно серьезную поддержку и обосновалась в нашей повседневной жизни. Что касается телемедицины клинической, здесь ситуация немножко сложнее. Дело в том, что врач все-таки консервативен и привык работать с определенными отработанными годами, использовать годами отработанные технологии. И это здорово, потому что это позволяет не пропускать к нашему пациенту непроверенные технологии. И здесь вот этот формат дистанционного взаимодействия пациента с врачом, где он оказывает ему свою клиническую помощь, он, в общем-то, достаточно новый. И с точки зрения такого бурного широкого развития появился вот так недавно, благодаря, опять же, развитию вот этих, о чем я говорил, новых средств коммуникации. Ну, а вообще, в принципе, конечно, прецедентов достаточно много было. И здесь есть интересное такое ответвление, когда врач с врачом взаимодействует дистанционно и обсуждает на понятном друг другу языке какие-то клинические ситуации. Это, кстати, хорошо воспринимается и врачами, и всем нашим медицинским сообществом, и давно тоже уже используется в нашей практике. И здесь взаимодействие, когда мы проводим какие-то консилиумы, принимаем решения по тому или иному случаю, он, в общем-то, укоренился и имеет хорошую базу, в том числе и доказательную базу, и юридическую базу, на которой основывается это взаимодействие. Применяется ли телемедицина специалистами неурологии в своей практике? На стыке еще есть интересное направление, когда мы используем дистанционные формы взаимодействия для какого-то регулирования каких-то процессов, ну, организации медицинской помощи. Есть тоже формат, наверное, он известен, и хорошо всем известно, когда наше руководство, руководство Российской Федерации часто проводит телемосты, общается с регионами. И это формат тоже достаточно быстрого и дешевой формы взаимодействия, которая тоже позволяет развивать наше здравоохранение. Мы в институте урологии такой формат телемедицины используем в повседневной нашей практике и общаемся с нашими регионами. Собственно говоря, поэтому я и отчасти поставлен руководством на управление вот этим процессом именно взаимодействия с регионами. То есть телемедицинские технологии здесь очень хорошо позволяют это взаимодействовать с регионами. И мы каким-то образом с помощью такого вот формата общения практически ежедневного общаемся с нашими врачами и пытаемся, в общем-то, регулировать нашу сферу, сферу урологии. Ну, ее, естественно, развивать, в общем-то, чем и занимается наш отдел. Расскажите, пожалуйста, об особенностях клинической составляющей телемедицины урологии. Сейчас поговорим о клинической составляющей, которая как раз-таки вызывает обилие разных, так скажем, вопросов, которые требуют, я считаю, в общем-то, значит, в какой-то степени освещения. И то, о чем вы говорите, это, собственно говоря, консультирование или какие-то форматы взаимодействия. Здесь нет ничего нового. Мы просто пытаемся использовать новый инструмент для решения наших прикладных клинических задач. Если мы посмотрим нашу клиническую практику, практику врача, то она начинается с первого нашего контакта с пациентом, когда мы его первый раз увидели, пообщались с ними, приняли решение, как его надо обследовать, как-то определили в какой-то степени сложная ситуация, несложная, требует дополнительного обследования. Вот это, конечно, первый этап, он очень-очень важный, сложный. И, как говорят большинство наших экспертов, врачей, и сами этой точки зрения придерживаются, что 50% успеха лечения нашего пациента – правильный диагноз, несомненно. Вот здесь всегда сосредоточена основная точка, слабая болевая точка телемедицины. Всегда, когда мы общаемся на эту тематику с врачами, с экспертами, все всегда говорят, ну как можно поставить диагноз пациенту дистанционно? Да, наверное, когда мы это осуществляем впервые и общаемся первый раз с нашим пациентом, и пытаемся его проконсультировать, поставить ему диагноз, особенно какие-то клинические, экстренные ситуации, там, ургентная какая-то помощь, тут, несомненно, пока наши технологии не столь глубоко дают большие возможности и не доказана их эффективность теми дистанционных технологий в постановке первичного диагноза. Как примерно может выглядеть алгоритм дистанционного консультирования урологического больного? Есть еще одно интересное направление, не могу его не коснуться, это скрининг. Когда мы берем когорту пациентов, большую группу пациентов, или даже не пациентов, просто людей обычных, небольных людей, и предлагаем им пройти некое, некое несложное обследование. Ну, к примеру, какой-нибудь онлайн-тест. Ну, к примеру, у нас есть в урологии IPSS, МИЭФ различные, там, 5-15, которые позволяют у пациента проверить, есть ли у него проблемы с нарушением мочеиспускания, допустим, IPSS, проверить, даже узнать по несложным тестам, которые они проходят, узнать, какая часть мочеиспускания страдает, страдает ли акт изгнания мочи, акт накопления, к примеру. Вот такие несложные опросники, состоящие там, небольшого количества вопросов, которые мы можем использовать тоже дистанционно, вот в скрининге могут тоже здорово помочь нам, врачам и нашим пациентам, естественно, для решения их вопросов. Первичная диагностика? Первичная. Тоже хорошая точка приложения. И как с точки зрения кост-эффективности, вот такой формы взаимодействия, дистанционного, дистанционного скрининга, вовлеченности пациента, это тоже хороший инструмент, мы тоже это развиваем и тоже это делаем. Давайте двигаться дальше. У вас вопрос такой-то емкий на самом деле, я постараюсь на него все-таки нашим врачам ответить достаточно более подробно. Это вот первично, мы сейчас говорили о консультации, общении пациент-врач. Мы посмотрим, как это происходит. Первичная диагностика, пришел, проконсультировался, принял. Да, в большинстве случаев лучше этого не делать, сделать это очно. Ну вот, если я вам описал ситуацию, где-то можно сделать скрининг, какие-то ситуации, где действительно нет проблемы, просто мы можем помочь этого пациенту. Дальше мы развиваемся. Пациент пришел к нам, к примеру, мы ему рекомендовали сдать общий анализ мочи или какое-то исследование. В следующий раз мы его первичном осмотрели, посмотрели, пощупали. Ну как вот все положено, если врачи это используют? Ну, скажу, что не всегда врачи это используют. Как правило, приходят, послушал, голову согнул, рецепт написал, выписал направление, вернее, на анализы. Пошел, и в следующий раз приходят, ну что, ваши анализы мочи. Открываешь листочек, смотришь, сверяешь. Ну, в лучшем случае постукаешь по поясничной области, пощупаешь. И то вот с развитием технологий, ультразвуковой диагностики, рентгенологических методов обследования, лабораторных. Многие врачи это перестали даже делать. Перестали это делать. Так вот вторичный, повторный прием. Пришел человек с какой-то проблемой, к примеру, там, урогенитальная инфекция или проблемы. Сдал анализы, видит, есть проблема. Ну, вот, пожалуйста, вам точка приложения. Пришел, зачем ему идти, к примеру, по Москве ехать далеко. Москва, это вообще город одного визита. Один визит приехал, вот тебе весь день, говорится, до свидания, уже нет ничего. Значит, а уж я не говорю про Россию, удаленные какие-то уголки. Россия вообще-то уникальная страна, где телемедицинские технологии обязаны просто развиваться, обязаны. Без этого мы просто не сможем реализовать всех основных наших потребностей. Вот такой пациент, пришел первично, пусть он был очно, возвращается у нас после обследования. Ну, разве здесь нет точки приложения дистанционных форм взаимодействия? Сейчас многие лаборатории позволяют анализы делать и передавать через облачные технологии врачу на рабочее место. Пациенту в его личный кабинет, аккаунт, он может посмотреть. И врач может проконсультировать такого пациента и принять соответствующее клиническое решение. Технически может? Может. Что мешает? В первую очередь, законодательная база сейчас. Сейчас нет законодательной базы, которая позволяла бы назначать лечение пациентам. Пациентам, врачам, используя дистанционные технологии. Ну, это вопрос отдельной темы. Но это возможно? Возможно. Что здесь надо сделать? Ну, понятно, развивать это направление, представлять нашим врачам, нашим пациентам новый-новый-новый инструмент для решения этих вопросов. Ну, и, конечно, доказывать эффективность этих методик. Проводить клинические исследования. Потом, следующий шаг. Следующий шаг. Мы пациенту посмотрели и рекомендовали ему лечение. Сделали назначение. А теперь надо мониторировать за ним. Как мы ему говорим? Ну, вот попей таблетки, например, при остром цистике, приходи через 7 дней. Или острым пиелонефритик где-нибудь. Или еще при каком-нибудь состоянии. Вот он попил их, и ему стало лучше. Ему надо закрыть больничный лист, или вообще прийти, подтвердить, допустим, дополнительным методом обследования. Вот еще одна точка приложения. Мониторинг за нашим пациентом. Наблюдение эффективности этого лечения. Коррекция лечения. Ну, к примеру, не возникает улучшения клинической ситуации. Или, наоборот, оно как-то меняется каким-то образом. Пожалуйста, дистанционно мы можем использовать технологии, которые позволят нам корректировать дозу препарата. Поменять этот препарат. Особенно, когда мы по пациенту нашим знаем все. Обследовали. У нас есть, открываем его, к примеру, современные технологии. Это позволяет какую-то среду, к примеру, какую-то платформу. Есть информация все о пациенте. Мы о нем знаем. Есть система коммуникации с пациентом. Пациент задает вам вопросы, пишет, звонит. Это уже вопрос, там, видеоконференц, связь, или какой-то способ коммуникации. Это следующий момент. И мы можем о нем принять решение соответствующее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова